Йоу, здорово, молодые, как вы помните, недавно в Роблоксе я скатал в игрушку «Нужно больше жары», так вот вышла её полная противоположность, нужно больше холода, поехали. Выберите шкалу измерения, Цельсий или Фаренгейт, нам, конечно, Цельсий ближе, но тут какая разница, там опять запредельные цифры какие-то. О нет, наш штрих опять спит за компом в тюремной пижаме, петухи закокорекали. Ё-моё, чё-то звук из Майнкрафта, по-моему, был. Ура, сегодня день, когда Арианочка какая-то приходит в школу, мама не пускает меня в школку, так как у меня была жара, температура вчера, мне нужно убедить её, чтобы она меня позволила пойти в шкилку. В прошлый раз мы не хотели идти в школу и пытались притвориться типа температурой, а теперь этот штрих хочет идти в школу, но это, наверное, полная противоположность, посмотрите на этого зэка, чё он там прыгает, как... Так, открываем дверь, задание поговорить с мамой, а где мама? Ё-моё, нихрита, да сюда, она похожа больше на Аркадия Укупника, чем на мать. Эй, мать, так как я сегодня лучший сын вообще, я вообще не болею, мне надо идти в школу, нет, у тебя жара, у тебя жар. Ты уверена? Проверь снова. Так, стрельните в меня, да, 40 градусов у тебя, сиди дома. Мне нужно как-то охладиться, я знаю, я открою все окна. Это чё, надгробие какое-то? А, нет, это какая-то просто вентиляция. Задание, открыть все окна, это вообще не вопрос. Я уже вижу, что здесь вот надо вот вентиляторами продуть. Погоди, пойдём на улицу, сходим, чё тут есть? А гигантские вентиляторы, чтобы оставаться в холодке. Парень с продажи, говорите, он по-моему, по-моему, парень побухивал всю ночь, поэтому он решил не дрыгаться больше. Пожалуйста, задонатьте. Ладно, хорошо, у меня бобаксы не остались, я их на скримеры потратил в предыдущих играх. Давайте пойдём посмотрим, чё тут, кого ещё есть. Давай я у себя ещё открою, во, поговорить с мамой. Привет снова, мать. Можешь проверить мою температуру, пожалуйста? Мне кажется, что термометр сломан. Да, конечно, сломан, 38 градусов. Чуть-чуть поменьше, но у тебя всё ещё жар. Оставайся дома. Сейчас мы, наверное, опустимся до уровня Саб-Зира, знаете. Будем, это, подсечку от Нубсайба-то делать. Чё тут, никаких тут, кстати, секретной концовки какие-то есть. Я хрен его знает, как они срабатывают вообще. Блин, когда он передвигается, звук такой, как будто бы коту Тому пощекотали яички из мультика Том и Джерри, знаете. Вот чё-то типа такого же. Вот тут баллон с азотом я уже вижу. Мать! Да, сын, температура, замеряй быстрее. 34, у тебя жар. Нет, 34, то ему уже плоховато на самом деле. Окей, как насчёт выключить нагреватели? Давайте отключим нагреватели. Какие 34 градуса? Это уже близко к откисанию, по-моему. А чё, вот это нагреватель? Ё-моё, я вообще подумал сначала, что это какие-то лампы горят. Нихрена батареи просто до красна раскалены. Во-во-во, давай, замеряй ещё раз. Возможно, термометр был сломан. Давай, замеряй. Сколько там? 28, всё ещё жар. Не, мать ты, по-моему, это. Её надо уволить, на неё надо написать это, чтобы её в комитет в родительский там забрали куда-то или куда там забирают. Может быть, вентиляторы включить? Давайте, включаем прямо перед ней, чтобы сдуло как следует. Давай, замеряй. Сколько? 6 градусов. Прими холодный душ, сынок. Иначе тебе сегодня вообще жара будет. Отличная идея, мать. Блин, по-моему, этот парень сляжет как минимум с ангиной и как максимум просто откиснет от того, чтобы в таком холодке сидеть. Снять одёжку и принять холодный душ. Слушай, а где снять-то? В шкаф, наверное. Нихрена себе, у меня под моей зэковской униформой была обычная одёжка из роблокса. Так, давай, наливай. Ё-моё, мне уже страшно за этого типочка, потому что от таких вещей реально можно... Ё-моё, у этого парня переохолодос. Ну-ка, погоди. Надо было, по-моему, остаться и, может быть, можно было плохую концовку какую-нибудь прохватить, нет? Я сейчас полностью уверен, что у меня нет жара. Дай-ка я проверю, да. 0 градусов. Когда я была в своём возрасте, моя нормальная температура была минус 2000 градусов. Это чё за приколы? Блин, она чё, драугар из Скайрима или что? Я не понимаю. Так, мы замутили ледок. Сейчас мы его пустим прямо в вентиляцию. Давай, закидывай и закрываем. Мне кажется, это не так работает. Он бы просто растаял. Поговорить с мамкой. А ей-то вообще норма или чё? Или этому укупнику вообще наплевать на температуру в квартире? Мать, я думаю, что ионизированные электроны внутри термо... Ага, она просто взбрызнула. Минус 10. Это серьёзно уже становится. Я знаю, что нужно делать. Взармать... Взарвать нагреватель сзади. Во, вот это уже дело попёрло. Так, подрывные работы. Уже специально у нас даже заложен был динамит. Мы это сейчас делаем. Интенсивно пялиться. Что ты хочешь, парень? Динамит мне говорит. Окей, ты чё, можешь говорить, что ли? Динамит молчит, гори. Блин, это ещё одна ситуация, когда у челика могло обгореть лицо просто. Слушайте, по-моему, у него шиза. Я с ним динамит разговаривал. Походу, они родственники вместе с тем типом. Я не знаю, как там это у них там связи семейные. Но хата реально напоминает предыдущую. Температура. Мать, просто замеряет. Минус 220, один спи. Нужно больше холода. Наполнить бассейн жидким азотом в гараже. Ой, тяжко, пацаны. Тяжёлый баллончик. А, он не тяжёлый, он холодный. По-моему, этот парень сейчас откиснет просто и всё. Чё-то аж музыка прекратилась, знаете. И чё, сколько я буду ждать, он откиснет или нет? Чё у него лицо поволокло? Я вообще ждал плохую концовку, знаете. Я не знаю, как её схватить здесь. Ладно, давайте. А можно вместе с собой наполнить бассейн? Кто-нибудь сделайте ему подсечку от нубсайбота, чтобы он упал. Во, налить. Итак, мы наливаем жижу из этого баллона. Я не знаю, как он её в руках нёс. У него бы руки откисли просто. О, замёрзла. Поговорите с мамой. Ой. Ребята, я упал в азот. Он не откиснет? Ему вообще насрать просто, что происходит. Поговорите с мамой. Там, наверное, минус пятихаточка сейчас, скорее всего. И он будет звонить с Абзири, да, по телевизору. Я угадал или нет? Мать, проверь, пожалуйста, температуру. Нет. Мать, проверь. Он так сказал. Минус триста двадцать. Сын, у тебя жар. Перестань тратить моё время. Иди в постельку. Я знаю, что нужно. Есть магазин снаружи, в котором есть то, что мне нужно. Мне нужно проверить. Так, найти что-то в магазине снаружи. Кто вы там, чё продаёте? Э. Э, чё, пиздрик, хватит спать. Скилфиша там. Экстрим подачу оформи. Привет. Хай. Молодок стоит. Миллион. Ты можешь это позволить? Да. Нифига он торгует. Он чё, балбес? Листочков ему миллион или чё? Я тебе сейчас доставлю. Откуда у него миллион? Вот это фэн. Вот это я понимаю, фэн приехал. Это уже мельница какая-то целая. Сбрасывай прям в гараж. Во, надо было, чтобы он проломил там. Вот это дует. Вот это вентиляция, ребята. Можно даже электричество вырабатывать. Поговорить с матерью. Так, а в доме-то всё равно. Мать, ты не замёрзла там? Дай-ка я проверю твою температуру. Это жар. Тебе нужно остаться дома. О, нет. Положить одеяло на солнце. А, ну вот этот бред и начинается как раз-таки. Ариана Гранда нуждается во мне. Кто это вообще? Ариночка Грандированная? Кто это? Нужно больше холода. Быстрее мотаем. Разматываем, разматываем это полотенце. Ой-ой-ой, этого парня сейчас отстрелит рука. Скорее-скорее наматываем. Она нужна мне. Кто это вообще? Ариночка. Ари... Стой. О, поехала. Одеяло. Нихрена, откуда у него такое одеяло здоровое? Ля, ну и бред. Какой же... О, нет. По-моему... По-моему, у нас переохлаждение. Сейчас в сосульку земля превратится. О. Свет выключить. Все. Минус... Сколько там было дописано? Много, короче, было дописано. Поговорите с мамой. Замеряй. Минус 12 тысяч. А, 120 тысяч. Мм, у тебя нету жара. Тогда ты можешь идти в школу, я полагаю. Да! Оу-е! Иди в школу со смайликом. О, за мной даже приехал бас. Как они его прогрели при минус 120, пацаны? Я не понимаю. Это что за Джокер? Я не понял, что за Джокер за рулем? Поехали в школу. По-моему, меня в Готэм увезли. Все, это кубик льда теперь земля. Хорошая концовка, возможно. Вам нужно встретить Ариночку Грандированную. Ну ладно, окей. Не знаю, кто это вообще. Ноунеймка какая-то, походу. Ладно. Все, ребята, это была еще одна кринжуля. Ну, как вы сказали в предыдущий раз. Это не кринж, Дима. Это рофл. Ты не выкупил. Теперь-то я, наверное, выкупил. Все, давайте, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в Дискорд. Оставляйте комменты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok